Не только во время прямых эфиров с главой района руководителями управления и служб раздаются у нас в студии звонки от зрителей. Каждый день редакторы и корреспонденты Видное ТВ выслушивают жалобы недовольных жителей, сетующих на нерадивых работников коммунальных служб и произвол. Как можем мы помогаем видновчанам и жителям района, отвечаем на вопросы, выезжаем на места, снимаем критические сюжеты. Но везде успеть нельзя, поэтому мы предлагаем и вам, уважаемые телезрители, стать соавторами нашей новой рубрики «Мобильный репортер». Кстати, тему первого сюжета «Мобильного репортера» нашли жители Жуковского проезда. Внимание на экран. В четверг утром на студию телеканала Видное ТВ принесли видеоролик, отснятый видновчанами на Жуковском проезде накануне. Несмотря на довольно темное время суток, очень хорошо видно, что в единственном в этом части города месте отдыха парке Сосинки значительно увеличилось количество пеньков. Их стало десятка на два-три больше. Мы решили провести небольшое расследование и найти ответ на вопрос, кто и зачем выпилил деревья в парке Сосинки. Для этого мы обратились в городскую администрацию. Вопросами вырубки, вопросами экологии в Ленинском муниципальном районе занимается Ленинский муниципальный район. Вся вырубка деревьев, кустарников происходит только на основании разрешения главы Ленинского муниципального района после акта обследования отделом экологии. Со специалистом районной администрации мы встретились на месте. Оказывается, вырубка была санитарной. Специалистами нашего отдела был произведен выезд на место, составлен акт, в котором зафиксировано, что действительно деревья были сухостойные и подлежат вырубке без компенсации какого-либо ущерба. Работы проводила управляющая компания ЖКХ, которая обслуживает зону отдыха Сосинки. В этом парке было срублено 16 сухостойных деревьев. Были произведены работы по запиливанию заподлицо пней больших, потому что по постановлению содержания городских территорий, вот такие пни в городе не должны быть, просто по определению. И даже при уходе, вот тоже, кошение газона, сбор, прогребание, когда вот такие пеньки, извините, у меня по 20-30 сантиметров неудобно. Вот в результате, вот если пойдет кто-то там считать, он может быть найдет больше. Я не считала их сама. Все было сделано согласно распоряжению, но один пункт не был выполнен. Заранее проинформируют жители прилегающих жилых домов о проводимых работах. Пункт 2.5. Постановление администрации Ленинского муниципального района. Сегодня жилые дома и целые микрорайоны возводятся за считанные месяцы. Времени же, чтобы выросло дерево, уходит значительно больше десятилетия. Но порой вырубка зеленых насаждений проходит бездумно, как, впрочем, и строительство многоэтажек. Если вы сомневаетесь в законности таких работ или у вас возникли вопросы, информацию можно получить у специалистов отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района по телефону 8 495 541 78 20 и 541 52 01. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.